Разрешите представить мне Нину Исифовну Авдееву, вы ее хорошо знаете еще по временам жилищно-коммунального хозяйства Министерства, а сейчас она у нас возглавляет фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Красноярском крае. И разрешите представить вам Ирину Валерьевну Котельникову, замначальника отдела реформирования и развития жилищного фонда Министерства энергетики и ЖКК Края. Поэтому о том, когда нам ждать перемен, когда заработает система и, собственно, программа, я думаю, что наши спикеры сейчас нам расскажут. И, кроме того, Вера Разоренова здесь присутствует, да, она хотела за ездением выступить. Мы потом, чуть позже, тоже слово дадим. Пожалуйста, сначала несколько слов от выступительных, а потом, наверное, перейдем к вопросам. Спасибо. Очень большое количество вопросов уже поступает. В связи с этим и было принято решение провести такую пресс-конференцию. Но эти вопросы связаны, конечно, в первую очередь с тем, что в конце прошлого года в ЖКК появилась новая глава о создании системы капитального ремонта многоквартирных домов. Предыдущая редакция ЖКК имела концепцию такую, что собственники на общем собрании в своем доме будут решать все вопросы, касающиеся как содержания многоквартирного дома, так и его капитального ремонта. Но практика показала, что собрать в наших домах собственников на общее собрание, а для решения вопросов по капитальному ремонту должно быть две трети голосов «за» очень и очень сложно. Но, тем не менее, есть такие дома, в которых такая работа проводится, получается, где соседи собираются и решают все эти вопросы. В связи с этим новая редакция вот этой главы о проведении капитального ремонта в очень важном вопросе. Дальше уже откладывать вопросы проведения капитального ремонта просто некуда. Уже если не проводить капитальный ремонт в некоторых домах, речь может идти о безопасности проживания в них. Мы должны создать там не только комфортные, но и безопасные условия для проживания жителей. И вот эта новая концепция в жилищном кодексе, она предполагает два варианта. Один вариант для активных собственников. Для них, собственно, по большому счету мало что меняется. Также двумя третями голосов, либо 67% от общего количества собственников, решаются вопросы. Кроме одного, в новой редакции жилищного кодекса обязательный взнос на капитальный ремонт установить должен субъект Российской Федерации. Для тех собственников, которые еще пока не активные, пассивные, новая редакция жилищного кодекса предложила организационную поддержку путем создания регионального оператора, который будет решать вопросы проведения работ по капитальному ремонту для таких домов. Для пассивных собственников, по аналогии, можно, наверное, сравнить с пенсионным фондом, нам предлагают поучаствовать и принять решение. Накопительная часть нашей пенсии можно перевести в один инвестиционный фонд, в другой. Если мы этого не сделали, то за нас такое решение принимает пенсионный фонд. Для понимания я бы эту новую схему в жилищном кодексе сравнила, наверное, с такой ситуацией. Если собственники никак не собрались на общее собрание, не приняли решение, как они будут формировать фонд капитального ремонта по своему дому, еще одну попытку по жилищному кодексу должен сделать орган местного самоуправления, назначить собрание собственников в конкретном многоквартирном доме. Если собственники не реализовали свое право, не собрались на это общее собрание, значит, орган местного самоуправления соответствующим образом оформляет извещение, извещает регионального оператора о том, что этот дом будет осуществлять накопление средств на капитальный ремонт этого дома на счете регионального оператора. Дальше региональный оператор для таких домов должен организовать весь процесс проведения капитального ремонта, начиная от проверки дефектной ведомости, рассмотрения сметной стоимости, выбрать подрядную организацию, осуществить технический контроль работ, которые будут вестись на конкретном многоквартирном доме, и принять работы и вместе с собственниками этого дома осуществить ввод в эксплуатацию после капитального ремонта этого многоквартирного дома. Для того, чтобы уже решить однозначно вопрос по обеспечению финансовой составляющей программы капитального ремонта, каждый субъект в соответствии с новыми положениями жилищного кодекса должен сформировать региональную программу капитального ремонта с сроком реализации 30 лет. В этой программе капитального ремонта в обязательном порядке должен присутствовать каждый многоквартирный дом, расположенный на территории, в нашем случае, Красноярского края. Для финансового обеспечения реализации этой программы в 30-летний срок и как раз вводится обязательный минимальный размер взноса на капитальный ремонт. В основе этого взноса, конечно, лежит фактическая стоимость работ на выполнение установленного законом края минимального перечня работ по капитальному ремонту. В соответствии с этим перечнем осуществиться должны следующие виды работ по капитальному ремонту. Это ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт подвала, ремонт, скорее всего, замена внутридомовых инженерных систем и замена лифта, если дом есть с лифтом. Это значит, что весь большой комплекс работ, я вот так коротко назвала, должен быть выполнен, если это у нас, ну, скажем, шатровая крыша в пятиэтажном доме, то должны быть заменены стропильные системы, шифер весь должен быть заменен, и крыша должна получить вторую жизнь. То же самое с фасадами, они должны быть утеплены, отремонтированы, окна там в подъездах, входные двери, это тоже относится к фасадам. То, что в подвалах там утеплены, и какие-то есть проблемы с фундаментами, они тоже должны быть устранены за счет вот этого минимального размера взноса. В настоящее время ведется работа по определению его размера, но расчеты показывают, что размер этого взноса будет составлять 6 рублей для домов пятиэтажных, скажем, с лифтами 6 и 3, это уровень федерального стандарта. И таким образом вот установление такого взноса обеспечит финансирование программы Красноярского края капитального ремонта по всем видам, которые включены в эту программу для каждого многоквартирного дома. Теперь каждый многоквартирный дом через, вернее так скажу, начислить этот обязательный взнос можно будет по закону только через 4 месяца после того, когда будет опубликована программа капитального ремонта. Собственники увидят свой дом в этой программе и должны будут принять решение о способе формирования фонда капитального ремонта в каждом конкретном многоквартирном доме. Способов этих два. Либо спецсчет. Законом четко определено, что спецсчет может открыть ТСЖ, если в ТСЖ один дом, либо несколько домов, но количество квартир не более 30. Если в ТСЖ несколько домов, то такой возможности у такого ТСЖ нет. Спецсчет может открыть ЖСК, строительный кооператив, по своему дому, если в его составе тоже, конечно, один дом. Далее спецсчет может быть открыт и ТСЖ, в которых несколько домов, и теми домами, которые управляются управляющими организациями, но собственником этого счета может быть региональный оператор. Это значит, региональный оператор по конкретному дому, отдельно для конкретного дома, может открыть спецсчет. И по умолчанию, о чем мы говорили, если собственники не определятся и не примут решение, как они будут формировать фонд капитального ремонта по своему многоквартирному дому, если такие решения не состоятся, все такие дома попадают на общий счет регионального оператора. Законодательством предусмотрена очень серьезная защита средств собственников, которые собираются на капитальный ремонт. Но первое, что хотелось бы сказать, что взнос на капитальный ремонт, он обязателен для всех собственников. Меньше его установить нельзя ни общим собранием, ни каким другим решением собственников. Больше, если собственники хотят дополнить какими-то другими видами работ, скажем, перечень работ по капитальному ремонту, который установлен законом Края. Такое решение может быть принято. Еще важно отметить, что этот взнос сохраняется за помещением. Вы сегодня проживаете в квартире, осуществляете оплату этого взноса. При смене собственника, средства, которые были накоплены за этой квартирой, остаются за ней. Это тоже очень важно. У нас меняются собственники, меняются управляющие организации и так далее. А средства числятся в этом случае за определенные помещения. Средства, которые будут аккумулироваться на капитальный ремонт, для их аккумулирования при любом случае либо дом отдельно будет формировать свой фонд капитального ремонта, либо на общем счете регионального оператора, может быть открыт в кредитной организации собственный капитал, который более 20 миллиардов рублей. Это тоже говорит об определенной степени защиты не в каких-нибудь небольших банках, а в серьезных кредитных учреждениях. Кроме этого, он имеет еще дополнительные формы защиты. Счет на капитальный ремонт защищен от притязаний третьих лиц. В случае признания владельца счета банкротом средства, находящиеся на его счете, не включаются в конкурсную массу. На средства не может быть обращено взыскание по обязательствам владельца счета. И таким образом эти средства уже имеют определенную защиту изначально при их размещении. Те средства, которые будут храниться на общем счете регионального оператора, имеют все те же степени защиты. Очень серьезные функции, как я уже вам сказала, у регионального оператора. Для того, чтобы организовать вопрос проведения капитального ремонта, необходимо создать каждому субъекту Российской Федерации регионального оператора. Содержание регионального оператора законом четко определено за счет средств субъекта Российской Федерации. Средства, которые будут уплачивать собственники многоквартирных жилых помещений или нежилых помещений многоквартирных домов, тратиться на содержание регионального оператора не будут. Если собственники приняли решение аккумулировать средства фонда капитального ремонта по конкретному многоквартирному дому на спецсчете, это значит, что все вопросы организации сбора платежей, предоставления отчетности по отчету, Ирина Валерьевна еще более подробно вам расскажет, должны продумывать сами собственники и решать, ровно как и все вопросы по проведению работ по капитальному ремонту, включая выполнение качества этих работ. В случае, если средства попадают на общий счет, у регионального оператора, я уже вам сказала, два счета, и собственники могут принять решение о формировании спецсчета по их дому собственником, которого будет являться региональный оператор. В этом случае региональный оператор по заявлению собственников откроет специальный счет по конкретному многоквартирному дому, дому передаст реквизиты этого счета, и собственники этого дома, начиная с организации сбора этого взноса, дальше всей работой будут заниматься самостоятельно. В тех домах, где будет общий счет, начисление платежей, и все, что дальше следует за этим, будет заниматься региональный оператор. Вот коротко пока все. Вы что-то сейчас добавите, или сразу мы к вопросам перейдем? Я тогда, наверное, сразу скажу. Да, давайте тогда мы сейчас зададим еще слово. Значит, всем добрый день. Дополню Нину Осипову, ну вот в каком плане. У нас возникает вопрос доверия, наверное, вообще всем структурам, которые создает государство. Так вот, в отношении регионального оператора государство предусмотрело, путем закрепления обязательных положений в жилищном кодексе, очень строгие рамки контроля. Эта структура, она создается органами региональной власти субъектов Российской Федерации, соответственно, органы региональной власти субъектов, в том числе и правительства Красноярского края, будет осуществлять жесткий контроль за деятельностью регионального оператора. Можно так сказать, что есть некий внешний контроль. Это все органы надзора, которые существуют у нас в Красноярском крае на уровне Российской Федерации, будут осуществлять контроль как за деятельностью самого оператора, как он будет организовывать и проводить капитальный ремонт. Это служба строительного надзора и жилищного контроля, в которой предоставлено право проверять регионального оператора в любое время. Сроки проверки этой структуры для них не ограничены. В том числе, наверное, впервые на уровне федерального законодательства принята норма о том, что органы финансово-бюджетного надзора Российской Федерации будут проверять не только бюджетные средства, как у нас это всегда принято было, но и целевое использование средств собственников, которые они будут вносить на счет регионального оператора. В случае, если будет предоставлена какая-либо поддержка, то соответствующие контрольные полномочия будут осуществлять также и счетная палата, и органы муниципального финансового контроля. То есть контроль за использованием средств региональным операторам будет повсеместным. Также можно сказать, что есть некий внутренний контроль за деятельностью вот этого юридического лица. Основным надзорным органом в структуре регионального оператора является попечительский совет. И при регистрации регионального оператора в качестве юрлица было принято решение о включении в состав попечительского совета представителей правительства Российской Федерации, представителей законодательных органов. И попечительский совет будет осуществлять надзорные полномочия за всеми принятыми решениями регионального оператора. Помимо этого предусмотрена публичная отчетность регионального оператора о своей деятельности. Ежегодно будет проводиться аудит независимой аудиторской организации, отбираемой по результатам конкурса. И вся финансовая отчетность, включая аудиторское заключение, планируется для общественной публикации. То есть будет размещена как на сайте правительства, так и на сайте самого регионального оператора. Что касается отчетности, ежемесячно региональный оператор обязан будет представлять службу строительного надзора и жилищного контроля сведения о поступлении взносов на счет регионального оператора. Несмотря на то, что мы вот так вот говорим, счет в общем его понимания, сам учет поступивших денежных средств будет вестись мало того, что по каждому отдельно взятому дому, еще и по каждой квартире, и по каждому собственнику этой квартиры. Так вот, сведения о поступлении взносов каждым собственникам будут представляться в службу строительного надзора и жилищного контроля. Помимо этого, каждому собственнику также предоставлено право в любое время обратиться с соответствующим запросом регионального оператора и узнать данные о том, сколько денежных средств накоплено на счете, сколько денежных средств потрачено на проведение капитального ремонта и каков остаток денежных средств по счету по каждому отдельно в пятому дому. Вот. И помимо этого планируется еще запуск некой электронной программы, где каждый собственник, ну, практически в режиме онлайн сможет отслеживать поступление и расходование денежных средств по своему дому, то есть всю работу, которую будет осуществлять региональный оператор. То есть со стороны всех органов власти, надзорных органов, безусловно, органов прокуратуры, будет установлен жесткий контроль за деятельность регионального оператора вот по организации всего капитального ремонта на территории края. Спасибо, Ирина Валерьевна. Давайте перейдем к вопросам, только, пожалуйста, представляйтесь, какое СМИ Вы представляете? Ирина Валерьевна, телекомпания ТВК, у меня вопрос вы начали с того, что сказали о некой несознательности, апатичности жильцов, да, а потом закончили тем, что все равно им придется принимать какие-то решения. Получается, ничего не изменится, они так и не примут никакие решения? Вот смотрите, мы подошли сейчас к такой ситуации, и жилищный кодекс нам это расписал абсолютно конкретно. Вот на сегодняшний день некоторая инициативная группа пытается решить вопрос по капитальному дому, да, представим такую ситуацию, конкретного многоквартирного дома, но не получается получить согласие двух третей голосов собственников. В этом случае до введения изменений в жилищное законодательство все, вопрос никак не решается, он остановился. Теперь, если собственники, им было предложено принять решение о том, каким способом они будут формировать фонд капитального ремонта своего дома, собирались, не собрались, либо не получилось у них две трети голосов. Орган местного самоуправления сделает еще одну попытку. Если она уменьшается, решение будет принято, все понятно. Тогда, например, собственники приняли решение, что они будут открывать спецсчет для своего дома и формировать фонд капитального ремонта на нем. Либо они приняли решение, что они идут на общий счет регионального оператора. Движение вперед. Но представим такую ситуацию, что никакого решения опять не принято, муниципалитет попытался собрать собрание, его нет. Тогда в жилищном кодексе определено, собственникам было дано право реализовать, была возможность реализовать свое право, не реализовали. Орган местного самоуправления сообщает о том, что по этому дому право не реализовано и в соответствии с такой-то статьей жилищного кодекса по этому дому формируется фонд капитального ремонта на общем счете регионального оператора. И в этом случае региональный оператор принимает на себя обязанность организовать и провести капитальный ремонт по такому дому. Можно уточняться тогда? Пока нет. Мария Синова, Вести Красноярск. Скажите, я правильно понимаю, у людей есть выбор. Они могут сами создать себе счет и самостоятельно без фонда собирать деньги и самостоятельно ремонтировать, правильно? Либо вступить в фонд, а если они не хотят сами эти зимы, они хотят сразу в фонд. Конечно, они могут провести собрание и принять там решение, что они хотят формировать средства на общем счете фонда, либо если не получится провести такое собрание, тогда вот по той схеме, о которой спрашивал Захар. А как до этого? До этого, если собственники не приняли решение, невозможно ничего сделать. Нет решения собственников, нельзя проводить капитальный ремонт, все, остановилась ситуация, дом не ремонтируется, хотя половина собственников этого очень и очень хотят. Вот такие важные, вот это нам нужно всем понимать, были внесены изменения в жилищный кодекс в конце прошлого года. А для того, чтобы, если собственники не приняли решение, кто организует это все, да, тогда все как бы подвисало и была введена как раз вот эта новая структура, не знаю, как стало вам понятно или нет, но мне понятно, что никого еще никогда так не контролировали, столько прописано контроля для этого фонда капитального ремонта, то все организует она. Когда заработает система? Можно взять телефон, да? По нашей системе. Все, запуск этой системы, он у нас в крае осуществлен. Значит, у нас принят закон Красноярского края о создании системы. Сформировано целый уже серьезный набор нормативно-правовых актов, которые позволяют запустить эту систему. Есть решение о создании регионального оператора. Сейчас мы занимаемся тем, что реально его создаем. Даже готовим техзадание на программу, о которой говорила Ирина Валерьевна, очень важную, чтобы каждый собственник там все мог увидеть и учитывать по каждому собственнику платежи. Сейчас идет формирование региональной программы, программы Красноярского края вместе с органами местного самоуправления. Там есть определенная методика, как нужно сформировать эту программу, какой ранжир по домам, какие дома будут в первой очереди, какие там несколько подальше. Вот, например, для тех, кто в 2013 году только заселился в Новый год, да, вот этот дом тоже попадет в эту программу. Еще никаких ремонтов на сегодняшний день не нужно, да, но формируется система на всю нашу будущую жизнь. Через 10 лет, если это мягкая кровля в новом доме, ее нужно будет ремонтировать. Для того, чтобы накопить деньги, вот уже по этому новому дому тоже отработан механизм, через какое-то определенное количество лет нужно будет заменить лифт. А где взять деньги на это? Вот эта система как раз и предполагает то, что на всех домах на 30-летний период за счет вот этого минимального размера взноса будут выполнены те работы, которые очень необходимы каждому многоквартирному дому. Будут отремонтированы крыши, фасады, подвалы, сети. Замена произойдет приборов учета даже на тех домах, на которых они стоят уже сейчас, через 30 лет или в течение 30 лет их тоже нужно будет заменить, да? Вот эти все работы гарантирует нам программа с учетом оплаты минимального размера взноса. После того, сейчас программа формируется, мы надеемся, что в декабре она будет утверждена. Через 4 месяца после опубликования данной программы есть возможность и обязанность начислить первый взнос на капитальный ремонт. И таким образом, ну во второй половине, я бы так сказала, какая-то часть ремонтов будет осуществляться в крае уже по новой системе. Можно вопрос? Уточните, пожалуйста, 6 рублей это за квадратный метр, в общем, да? За квадратный метр. За квадратный метр. И второй вопрос. Может ли дом, находящийся в ТСЖ, управляющий компанией, и так далее, безотносительно от него, отдельно заключить свой счет? Если дом находится в ТСЖ, и это один дом в этом ТСЖ. Нет, 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 если их много, а его можно. Если несколько домов в ТСЖ, они могут провести собрание и принять решение о том, что будут формировать спецсчет, собственником которого будет являться региональный оператор. А если один дом хочет? Если один дом, и он же в ТСЖ состоит из всего ТСЖ, каждый дом сможет принять решение на спецсчет. И этот спецсчет будет открыт тогда у регионального оператора, собственником которого будет региональный оператор. То есть один дом может? Может. Из всей? Из всей. Вот смотрите, идея-то какая, да? Все равно, вот в ТСЖ, когда несколько домов, да, и большинство голосов, то которого может быть принято, оно непонятно как распределиться. Может быть, по одному дому все проголосовали за, а по другому все против, да? А идея такова, что собственники каждого конкретного дома должны все-таки принимать решение. И поэтому, если ваш конкретный дом примет такое решение, для него будет открыт спецсчет, только не, как юрлицу откроет этот спецсчет ТСЖ, потому что не один дом, закон четко прописывает там все эти нюансы, обратиться к региональному оператору такой дома, для него может быть открыт спецсчет. И тогда этот отдельный дом начинает решать все вопросы, начиная, как будут собирать этот взнос, кому за это будут платить, как сметы будут проверять, как организовать, это уже все будет ответственность этого дома. То есть, обращаться в управляющую компанию за разрешение или не надо? Нет, нет. Управляющие компании здесь никакого не имеют. Вот, посмотрите, очень важно. Они уже сейчас говорят, что вы незаконно. Куда? Ну вот незаконно там спросили, можем ли мы у своей управляющей компании? Нет, это не надо. Вот я немножко сказала, что вот эти средства, да, четко, у них другая правовая основа, да, это не плата за капитальный ремонт, как было раньше, собственники голосовали, и эти средства попадали на счет управляющей компании, да, и многие из нас и не могут понять, куда они подевались и куда они пошли. А пошли они за уплату, может быть, коммунальных ресурсов и так далее, и так далее. Теперь законодатель четко отделил. Вот эти средства на капитальный ремонт, они могут быть как взнос, у них другая правовая основа. Собираются по-другому, хранятся по-другому, и ответственность у них другая. Вот смотрите, если дом принял решение, или по умолчанию, как я говорила, на общий счет регионального оператора, это забота регионального оператора. Он будет заключать договор возмездный, скорее всего, с управляющей компанией. Где-то напрямую, может быть, будет присылать платежки на то, что нужно оплатить с указанием счета. С расчетно-кассовыми центрами, не знаю, будет решать вопросы с платежными системами и так далее, чтобы там же принимали эти средства. Если управляющая компания, ой, прошу прощения, если ТСЖ, где один дом, проголосовали за то, что будут формировать свой фонд капитального ремонта по дому на спецсчете, то вся эта забота лежит на ТСЖ. Но там как-то немного попроще, да? Сами собирают, сами организовывают, сами делают экспертизу сметных расчетов, сами выбирают подрядную организацию, сами контролируют и сами отвечают. И если что-то потом не нравится собственникам по качеству ремонта или так, все, кто организовывал, председатель ТСЖ или не знаю кто, отвечает перед собственниками. Что-то не нравится через суд. Точно такая же система, которая существует сегодня. Если дом попал на общий счет регионального оператора, то все с момента начисления, это все обязанность и функции регионального оператора по каждому многоквартирному дому, который попал к нему на общий счет. Слышите, вот если ТСЖ, они один дом, они открывают свой счет сами, то есть они полностью сами распоряжаются этими деньгами или фонд все-таки участвует в этом? Если ТСЖ открыли спецсчет, условия они выполняют, они могут его открыть только в том банке, где больше 20 миллионов собственных капитал, миллиардов. Дальше они четко будут разработаны документы, какие смогут приносить в этот банк, они, банк им отдаст деньги, когда будет акт выполненных работ, решение общего собрания, там на каждый момент нужно будет решение общего собрания. Это все нужно будет организовать. Работу с неплательщиками, это все делает сам дом, само ТСЖ. Оплачивает там эти услуги, кому-то нанимает как-то, платит за операции по счету, с банком договаривается. Это все его обязанность. И собственники тогда сами решают, выбрали они какую управляющую компанию, либо они уполномочат заниматься этим председателем, но я не знаю, как это там сложится, но основные решения должны быть двумя третями голосов общего собрания согласованы, утверждены, приняты. И в этом случае фонд вообще не касается этого дома? И в этом случае фонд не касается. Кроме того случая, если, например, это ТСЖ несколько домов и спецсчет по этому дому открыт региональным оператором, собственником, который является он. В этом случае фонд дает информацию в соответствии с законом там, в жилищную инспекцию, собственникам, сколько денег поступило. Вот на этом заканчиваются функции регионального оператора. Дальше все решения по поводу того, как работать с неплательщиками, как организовывать капитальный ремонт, это дело собственников этого многоквартирного дома. Как он будет работать с неплательщиками? В соответствии с действующим законодательством. Претензионная работа, как обычно. Но других-то вариантов нет. Ирина Валерьевна, вопрос еще такой. Я правильно понимаю, что создание вот такой программы говорит о том, что управляющие компании работали, мягко говоря, не очень хорошо, в том числе с жильцами, организовывали их, и не только жильцами, но и в принципе плохо делали ремонт. И есть ли это отчасти переход в муниципальные управляющие компании, которые недавно задали? Я не думаю, что здесь можно говорить, ставить вопрос следует о том, хорошо работали управляющие компании, либо работали они плохо. Да, много фактов, в том числе и в СМИ, говорящих о том, что есть претензии к управляющим компаниям в части непосредственно проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Законодательство было построено таким образом, что непосредственно управляющие компании по собственной инициативе тоже не имели возможности проводить те, либо иные работы по капитальному ремонту в отсутствие решения собственников, о чем говорила Нина Иосифовна. Но получить это решение достаточно проблематично. Можно задать вопрос, сколько каждый из нас был на своем общем собрании в своем многоквартирном доме, чтобы принять любое решение, я уж не говорю о самом капитальном ремонте, для которого требуется квалифицированное большинство голосов и плюс ряд требований к порядку проведения самого общего собрания. На сегодняшний же день законодательство изменилось в пользу того, что не дожидаясь решения собственников о реализации предоставленного им права, возможно, к этому многие не готовы, государство взяло на себя обязательства в этом плане обеспечить все-таки сохранность всех многоквартирных домов путем, ну, не знаю, возможно ли применить такое слово принудительного капитального ремонта. Потому что ждать, пока каждый из нас соберется и решит эту проблему, ну, видимо, как показало время, неэффективный способ. Что касается муниципальной управляющей компании, статус ее будет тот же самый, что и управляющей компании, созданной частными юридическими лицами. И отношение к капитальному ремонту она будет иметь, то есть они будут находиться в равных положениях, отношение к капитальному ремонту ее будет аналогично тем управляющим компаниям, которые действуют сейчас. То есть, либо это будут договорные отношения с региональным оператором в части распространения тех же платежных документов, возможно, это будет какое-то сотрудничество в части предоставления информации объективной и своевременной техническом состоянии многоквартирных домов. Потому что вот на сегодняшний день у нас на согласовании практически уже на выходе находится постановление правительства о мониторинге технического состояния многоквартирных домов. Вот как раз в этой части основополагающая роль отводится управляющим компаниям, которые будут осуществлять мониторинг технического состояния находящихся в их управлении домов. И вот здесь вот как сложится их работа в том числе с региональным оператором, насколько объективна будет эта информация. Ну вот в этом роль будет заключаться управляющих компаний в процессе проведения капремонта на будущий период. Вы имеете ввиду собственников, да? Да, собственников. Ну в любом случае региональный оператор будет действовать в рамках существующего законодательства. Это естественно пеня за несвоевременную плату. Это возможности использования тех мер, которые установлены в законе об исполнительном производстве. То же самое ограничение на выезд со пределы Российской Федерации. Пока ничего нового не придумано, но от муниципальных образований поступают некие инициативы, направленные на то, чтобы усилить ответственность собственников за невнесение платежей, в том числе непосредственно за взнос капитального ремонта. Ну плюс, сами наверное понимаете, учитывая, что этот взнос он закреплен за квартирой и после того, как начнет работать эта система, сделки с квартирами в любом случае будут продолжать осуществляться. И вот здесь как поведет себя рынок недвижимости при наличии, допустим, значительной задолженности за тем либо иным объектом, ну время, наверное, покажет, возможно, будет неким стимулом все-таки для своевременной оплаты этого взноса. Закон предусматривает различные варианты, в том случае, когда собственники, вот уже о чем говорила Нина Иосифовна, в том случае, когда собственники примут решение о внесении взносов на счет регионального оператора, эту проблему будет решать региональный оператор, либо это будут договоры с управляющими организациями, чтобы собственники не получали кучу платежных документов и не запутывались там, где на какой счет им необходимо уплачивать, там мы от энергосбыта получаем, от управляющей компании получаем, кто рассчитывается напрямую с ресурсоснабжающими организациями, возможно, получает еще и от Краскома. Так вот, эту проблему решит региональный оператор, это будут его договорные отношения с управляющими компаниями, с существующими ТСЖ, там, где их нет, закон допускает у нас и включать соответствующий взнос в платежные документы, которые представляют ресурсоснабжающие организации. Там же, где собственники примут решение о внесении взносов на специальный счет, это будет проблема от собственников, как они договорятся со своей управляющей компанией, со своим ТСЖ, с банками. И так далее. Ну, Анастасия, тогда к вам уточняющий вопрос, в общий счет, как там будут деньги распределяться? Я понимаю, это не на один же дом будет, а может быть, жители одного дома вместо денег другого отремонтировали вообще три. Правильно ли? Средства будут числиться за каждой квартирой, учитываться за каждым домом. Но закон позволяет временно свободные средства по одному дому использовать на капитальный ремонт другого дома с последующим восстановлением. Ну, чтобы так как-то было понятно, можно ждать всем, когда накопится какая-то сумма на то, чтобы провести капитальный ремонт. А можно решить вопрос таким образом. Одному дому в этом году делаем, другому в другом. Но если 5-этажных домов, скажем, примерно 5 лет надо докопить, я условно чисто говорю, да, то можно 5 лет не ремонтировать ни один дом, ждать, пока накопится у всех. А можно посмотреть при гарантии государства, да, при четких правилах, когда все понимают, когда будет отремонтирован их дом, уже в первый год на накопленные средства отремонтировать крышу, может быть, в самом плохом доме. Таким образом, через какое-то время, через те же 5 лет отремонтируем эти же 5 домов, но по другому графику. Следующий вид работы, может быть, тому дому, которого последнюю отремонтировали крышу, может, проведен ремонт в первую очередь на следующий вид. В программе не будет так, что комплексный капитальный ремонт одному дому, остальные все ждут. Программа сейчас формируется таким образом, что по видам, по техническому состоянию, по необходимости, по видам капитального ремонта работ, будут сформированы программы по муниципальным образованиям. И здесь еще важно сказать, что вот о чем я говорю, средства, учитываемые, накапливаемые по одному дому, могут быть израсходованы на другой дом, это только в рамках одного муниципального образования. Это очень важно. Все должны понимать, что средства, собранные в Красноярске, не пойдут там на весь край, они будут работать в Красноярске. То есть, возможно, так мы скажем, частичный ремонт капитали, да, то есть крыша, фасад, там еще что-то. Да, да, как бы для того, чтобы, вы же понимаете, что очень большой из 18 тысяч многоквартирных домов в крае, сейчас нужно ремонтировать 13 тысяч. И так не получится, чтобы поставить один дом на комплексный капитальный ремонт и его отремонтировать. Естественно, будут выбираться в первую очередь самые такие больные точки, кому-то крышу, кому-то сети, кому-то фасад, кому-то подвал в первую очередь нужно отремонтировать. Но стратегическая цель, вот вообще, всей этой системы, на мой личный взгляд, это возможность привлечения кредитов. Вот два слова на этот счет скажу. Вообще, то, что мы имеем сейчас у нас с нашими многоквартирными домами, такой практики, такого опыта нет нигде в мире. Очень мало таких домов по всему миру, когда сколько квартир, столько и собственников. В абсолютном большинстве в мире как происходит? Ну, пятиэтажный дом, любимый мой пример, да? У него либо один собственник, либо у каждого подъезда свой собственник. Приходит время проведения капитального ремонта. Собственник идет в банк, в качестве залогового обеспечения закладывает этот дом, да? Он же один собственник, ни у кого не надо спрашивать разрешение. Он получает кредит, ремонтирует и много лет рассчитывается за этот кредит. Либо в каждом подъезде, там, 3-4-5 собственников договорились и сдали этот дом, оформили в залоговое обеспечение кредита. А в нашем случае, вот эта кредитная схема, как ее сделать, да? Сколько собственников, как это заключить? Но при создании вот этой системы правительством Российской Федерации ставится вопрос. Ну, по правилам, по плану мероприятий правительства Российской Федерации в 2016 году банки должны уже разработать какие-то кредитные механизмы. А к тому моменту уже у каждого дома будет накоплена какая-то определенная сумма, правда? Даже когда в ипотеку идем, если вообще ничего нет, трудно ее получить. Но если есть у тебя там 10-30%, да? То уже с банками получается какой-то договор и средства получает тот, кто хочет. И я думаю, вот здесь будет так, скорее всего, развиваться в дальнейшем эта схема. И собственники многоквартирных домов смогут принимать решение на своем собрании, что они хотели бы привлечь кредит. И я думаю, такие схемы в перспективе будут очень активно развиваться. Размер минимального взноса будет коррелироваться на процентную надбавку к фонду оплаты труда. Норильский будет несколько выше. Минимальный взнос, вы совершенно правы, там дороже стоит. Принято. Скажите, а если собственники так и не приняли решение о том, куда они будут девать свои средства, то есть они будут на общий счет регионального оператора. Будет ли это одним из критериев того, что решение по ремонту этого дома будет принято в последнюю очередь? Нет. Решение по ремонту домов принимается сейчас. После того, когда будет опубликована программа капитального ремонта, а критериями для той программы, которая формируется сейчас, их законом определено два. Первый – это был ли проведен ремонт до момента приватизации. И второе – техническое состояние. Если не было ремонтов, то дальше по техническому состоянию выстроятся в программе дома на капитальный ремонт. И здесь неважно, где дом будет находиться. Сформируется программа, после реализации программы будет приниматься решение, опубликование программы будет приниматься решение. То есть такая пассивность жильцов, она никак не влияет на то, а будет ли у них принудительно сделано ремонт, влияет добровольный шаг, в какой форме не проводится? По большому счету, для нас главное, почему мы собираем, вы наши здесь проводники, вы наши, скажем, здесь большие-большие помощники, главное нам сейчас, в эти первые месяцы, разъяснить, чтобы люди осознанно сделали свой выбор, осознанно, что же все-таки лучше для каждого многоквартирного дома. Чтобы люди понимали, не паники никакой не началось, если там собрали раз, собрали два, собрали, ничего не получилось, что их дом окажется где-то без проведения капитального ремонта. Государство, создавая фонд, оказывает организационную поддержку как раз тем гражданам, которые не могут соорганизоваться и провести собрание, и решить все вопросы по капитальному ремонту в своем доме. Я еще правильно понимаю, строчка капитального ремонта из владежи ПСЖ будет исключена в случае, если могут приходить какой-то другой документ. Вот здесь смотрите, какая ситуация. В некоторых домах абсолютно законно было проведено общее собрание собственников многоквартирного дома. На этом собрании было принято решение о том, что нужно выполнить какой-то вид капитального ремонта. И взнос, это совсем другая правовая основа, он начнется, станет обязательным для всех собственников через 4 месяца после опубликования программы капитального ремонта и будет тратиться на реализацию той программы. Но если было принято решение абсолютно законно на общем собрании и есть какие-то виды работ выполнены и рассчитаться за них нужно, то у этого многоквартирного дома появляется дополнительный износ оплаты за капитальный ремонт. Но я еще раз хочу повторить, если это действительно было решение общего собрания, она может быть продолжена. Если предлагают какую-то оплату за капитальный ремонт без решения общего собрания, либо ненадлежащим образом было проведено это общее собрание, это уже теперь убыток управляющей компании. С этого момента это разные вещи. Взнос на капитальный ремонт совсем другая правовая основа этого платежа. Спасибо большое. Коллеги, давайте Вере предоставим слово, она вам спросила несколько что сказать. Все, попросы лучше? Хорошо? Я просто хотела сказать, дорогие коллеги, тема очень сложная, всегда готова ответить на ваши вопросы. На сайте жкх24.ру в разделе капитальные ремонты у вас вот так и здесь размещены подробные вопросы-ответы, которые включают очень большой объем информации, причем как с законодательными ссылками, с пояснениями, разъяснениями и так далее. Я думаю, что учитывая сложность этой темы, а также то, что вам предстоит служить некоторыми проводниками, мы, наверное, будем собирать какие-то семинары для журналистов, чтобы вы были не ограничены необходимостью сделать сюжет, там все смонтировать и сделать, а просто послушали, позадавали вопросы и поняли для себя. Потому что пока вопросов очень много поступает. Пригласим дополнительно взять. Спасибо большое. Спасибо. Если отдельно с кем-то можно поработать, наши спеки работают.